Пам-пам, я у микрофона Карина решила составить топ гонок на NES. Если вы считаете, что я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И пятое место разделили. Эксайкбайк. Игра представляет собой аркадный мотокросс с видом сбоку. В игре присутствует встроенный редактор, позволяющий игроку создать собственную трассу. А также на пятом месте Роудфайдер. Интересные гонки со сбалансированным игровым процессом. Красочной графикой и нереальным ревом двигателя. Является первой игрой подобного жанра от Konami. Четвертое место. Элуминатор Болл Дуэлл. Классный симулятор лодочных гонок. Лодку можно улучшать, покупая дополнительные устройства за деньги, выигранные в состязаниях. Третье место разделили. Супер Спи Хантер. В Японии игра носила название Battle Fortuna. 2525 год. Над странами ООН нависает угроза атаки со стороны секретной террористической организации. Их главная цель дестабилизировать систему защиты и нанести поражение союзным государствам. СРО обращается за помощью к неофициальному агенту в попытке спасти мир от хаоса. Его кодовое имя? Супер Спи Хантер. Большую часть игры управляем автомобилем, который в нужный момент может трансформироваться в катер или самолет. Ксс, в игре спрятанная игра похожая на пункт. А также на третьем месте... Родрейсер. Гонки от создателей Финал Фэнтези. Суть игрового процесса состоит в том, чтобы за отведенные промежутки времени преодолевать несколько участков дороги. Вовремя доезжая до расставленных по трассе контрольных точек. Одна из немногих игр на NES, что работает с анаглифными 3D-стерео очками. Второе место. Райс Америка. Интересная гоночная игра с очень неплохой детализацией автомобилей и приятной графикой. У автомобилей ручная коробка передач. Также здесь есть драгрейсинг до того, как это стало мейнстримом. И перед первым местом хочу сказать, что в топе могли оказаться... Фиван Рейс и Микромашинус. Но Фиван Фейс не покидала Японию, а Микромашина создавалась без лицензии. Но в любом случае на первом месте... RC Prom 2. Шедевр от создателей боевых жаб. В игре есть все, что необходимо для приятного времяпровождения. Это и гонки, и стрельба, и прокачка машины. Нинтендо Пауэр назвал ее лучшей игрой 1993 года на NES. Лучше Баттер Турс, Дабл Драгон и Кирби Адвенчер. Кстати, именно первой частью RC Prom вдохновлялись при создании... Рок-н-ролл Рейсинг и Марио Карт. Поэтому RC Prom 2 рекомендую всем, кому интересны гонки.